Итак, дорогие друзья, всем доброе утро! Бонжур, хелло! В первый день 2020 года мы начинаем пятую главу Мишли Причи Царя Солмона. И это отлично, так прекрасно начать 2020 год с изучения Торрена. Так, ну что, ждем, пока все присоединяются. Кто ready, кто готов. И пятая глава. Давайте, поехали. Пятая глава. Сейчас интернет насоединяет. Наверное, устал интернет, потому что... Или, наоборот, слишком много сразу одновременно. Так, подключаемся, подтягиваемся. Подключаемся, подтягиваемся. Хорошо. Все, мы закончили четвертую главу. Давайте повторим последнее, чтобы соединить прошлое с настоящим. Что ни направо, ни налево не надо сворачивать и удалять ноги от зла. То есть, это то, на чем мы закончили четвертую главу. Что нужно удалять ноги от зла. Теперь, пятая глава, пятая глава, она начинается с того, что царь Силамон снова уже несколько раз он с этого начинал, об этом говорил, но он повторяет, потому что, как мы знаем, повторение мать учения, и кто учит и не повторяет, похоже на того, кто сеет и не собирает урожая. Значит, сказал царь Силамон в первом отрывке пятой главы, бни, он говорит, сынок, сын мой, лихахмати акшива литвунати ад азнеха. Он так и сказал нам, говорит, сын мой, к божественной мудрости. Хахма, мы знаем, это божественная мудрость, это аксиомы Торы, аксиомы Торы, которые Бог, когда он создавал мир, он мир установил по определенной системе, да. И в этой системе есть аксиомы, которые называются хахма, божественная мудрость. И эта божественная мудрость, он ее потом сообщил, то есть мир так устроен, так работает. Бог сказал, это добро, это зло, и потом он сообщил тем людям, которые имеют доступ напрямую к Богу, называются эти люди пророки. То есть есть люди, которые имеют доступ прямо к Богу, к создателю мира. И самый главный пророк, который в чистом виде передал полностью Тору, да, Тора это учение о том, как Бог устроил мир, создал мир и управляет миром, это Тора. Он передал через пророка всех пророков, Маше Рабейну, Моисей, которого признают пророком, наверное, все системы мира. Нет ни одной системы, которая бы не признавала бы Моисея, Маше Рабейну пророком. Поэтому, иудаизм Тора говорит, что это был пророк всех пророков, то есть он ближе всего был к Богу, и полностью он передал то, что Бог хотел сказать в виде Торы. Так вот, вот это вот называется хохма, божественная мудрость, и к ней надо прислушаться, акшива, то есть ее нельзя произвести изнутри. Это не идея человека, которую человек может придумать. Тора это то, что было получено, поэтому к ней нужно прислушиваться, то есть нужно к ней прислушаться, лякшив. А дальше ли твунати ата знеха? Твуна, это уже свойство ума человека. Ум так устроен, что человек постоянно что-то размышляет, исследует, делает выводы, и это качество ума называется твуна. Перевести на русский ближе всего понятие логика, или рассудительность, или сообразительность. То есть человек все время делает выводы. Так, значит, что бы мне позавтракать, думает человек. То есть это значит, что у него есть аксиома внутри, что ему надо позавтракать. И он делает вывод, значит, о, если мне надо позавтракать, что я буду кушать, да? Дальше у него есть, например, какая-то идея, да, такая аксиома, что для него хлеб вредный. И он думает, так, хлеб мне кушать или не кушать? Хлеб вредный, да. И дальше человек начинает вот этими причинно-следственными выводами, он начинает что-то конструировать. Но все время у него есть не эти исходные предпосылки, с которых он начинает. Так, божественная мудрость это божественные исходные предпосылки. Понятно, да, божественная мудрость это божественные исходные предпосылки. Их надо услышать. А потом твуна, это логика. К ней надо наклонить ухо, да? Что значит наклонить ухо? Это уже человек должен думать, это уже его внутри, внутри его мыслемешалка, в которой он должен научиться делать выводы. Но в любом случае, какие бы выводы человек ни делал, какие бы выводы он ни делал, это все равно уже следствие. Есть исходные предпосылки. Теперь дальше. Царь Соломон нам говорит, услышь от меня божественную мудрость и вдумайся в мои выводы, если перевести на простой язык. Вдумайся в мои выводы, ты должен сам обдумать и сделать свои выводы. Дальше. Для чего? Для чего нужно таким образом относиться к Торе? Лишмор мизимот в даат свасеха инсору. Для того, чтобы соблюдать мизимот, это рассудительность, если перевести. Для того, чтобы сохранять рассудительность. И тогда даат, даат это уже чистое знание, твои уста будут сохранять. Что это значит? Вот смотрите, вот например Наташа Блау, да? Наташа Блау, она, как и все мы, живет в мире своих мыслей. То есть у каждого из нас есть вот, мы сейчас смотрим там, каждый сидит возле своего компьютера, возле своего телефона и слушает какие-то звуки, которые идут от меня, в которых я пытаюсь передать то, что я понял, изучая Мишли с комментарием Малбева. Теперь, вот входит в вас эта информация и дальше, дальше кто так не открыт больше, кто так не открыт меньше, кто-то больше учит Тору, кто-то меньше учит Тору. То есть каждому эта информация, это как семена, которые ложатся, ложатся на почву, которая уже заполнена годами жизни. Представляете, каждый из нас годы накапливал вот этот вот информационный, как на земле есть культурные слои. Знаете, вот так вот, если древний город какой-то, он уже там поднялся лет на 20, метров на 20, на 30 идут культурные слои. Каждое там столетие новый слой, новый слой, новый слой. Точно так же у человека, который прожил несколько десятков лет, у него внутри культурные слои. Он помнит детство, какие-то юности, институты, потом у него идет Советский Союз, Брежнев, там и так далее, и так далее. И дальше в эту, вот в эти вот культурные слои начинают приходить семена Торы. Семена Торы, то есть я думаю, что все, кто меня слушает, не родились в мире Торы. Так я уже Браху говорил. Не родились в мире Торы, то есть все мы пришли к Торе уже позднее. После того, как были уже культурными слоями заполнено все, там Винни-Пухи, Ну погоди, журнал Яралаш, там какие мы еще передачи смотрели в детстве. Очень много, да? И тут туда начинают проникать какие-то семена Торы. Теперь дальше. Когда ты это услышал, дальше очень важно оставаться в состоянии, когда ты можешь отделить вот эти старые культурные слои от нового мировоззрения Торы. Потому что, то есть есть у каждого из нас старые какие-то жизненные установки, которыми нас с детства учили, какие-то ценности, которые нам прививали, какие-то правила, по которых нам воспитывали, да? Воспитатели в то время. И вот теперь очень важно научиться отделять. Есть вот эта вся идеология, да, которая вообще непонятно откуда взялась. Есть Тора, которая пришла с неба, которая пришла от Бога через пророков. И дальше вот во втором отрывке царь Соломон говорит, сын мой, очень внимательно слушай Тору, то есть принимай Тору. И потом внутри ее обрабатывай, обрабатывай, обрабатывай своей логикой и сообразительностью. Дальше. Для чего это? Для того, чтобы сохранять состояние рассудительности. Когда все твои следующие решения, начиная с этого момента, когда ты уже учишь Тору и дальше, они должны быть, исходя из вот этого высшего знания. Не исходя из установок, которые были когда-то. А чтобы соблюдать рассудительность. И тогда твои уста. Уста это уже то, что у тебя выходит уже как решение твои. Тогда твои уста, они будут выдавать чистое познание. То есть даат это уже чистое познание на базе Тора. Еще раз смотрите. Вот как живет человек. У него есть внутри, когда он рождается, ему дают установки. Папа, мама, дядя, тетя, земля, родина, что такое хорошо, что такое плохо. И дальше начинают ему в мозги прям впечатывать. Ну я могу свои рассказать, то, что у меня впечатаны в мозги. Сделал дело, гуляй смело. Почему сделал дело, гуляй смело? Я же не знаю. Под лежачий камень вода не течет. Много хочешь, мало получишь. Там и так далее, и так далее. То есть есть огромное количество установок, которые были вложены в человека, его семьей, воспитанием и обществом. Понятно, да? Дальше на это ложится сверху Тора. Ты начинаешь узнавать Тору. Кто-то больше, кто-то меньше. Но потом начинают туда приходить такие прям кусти, знаете как? То такие джунгли, джунгли, сорнятии, джунгли там разные какие-то. И тут у тебя такие вот островки чистого знания. Которое это чистое знание Тора от Бога, оно ведет тебя к духовной вечной жизни. И ты насаждаешь, насаждаешь эти кусочки насаждений, да, внутри в голове. А дальше обычная жизнь это постоянное принятие решений. Постоянная вот эта мыслемешалка. И у тебя старое, оно очень мощное, оно очень сильное, оно годами привычное. То есть старые мысли, они просто крутятся без остановки. А Тора, она такая как бы новая, нежная и не так громко слышная. Так вот, говорит он нам, нужно лишь мор мезимот. То есть нужно сохранять вот эти вот свои новые насаждения. И уже принимать все следующие решения, исходя из Торы. Мы в той главе, в четвертой главе мы учили, как это делать. Очень тяжело быть самому в этом. Очень важно, чтобы оселых арав, кнелых ахавер. То есть сделай себе рава, приобрети себе друга и суди всех с хорошей стороны. Значит, третье, третий, третий отрывок, он нам дает прям такую цельную новую картину. Значит, Дословно переводится так. Ибо сотовый мед источают уста чужой женщины. И глажи, чем более гладкая, чем масло, ее небо. Небо это имеется ввиду речь ее, ну, щека, внутренняя часть горла. Значит, смотрите, что получается. Это притчи. То есть он нам пытается, царь Соломон нам дает таким понятным языком, глубокие вещи. Значит, есть у человека внутри, ну, то есть человек состоит из тела, эмоций и интеллекта. Интеллект человека это, это такая виртуальная реальность, которая мысли, да, вот человек мыслит там, я думаю так, а я думаю так, я думаю, информационная такая, да, идет обмен. Дальше у человека есть эмоции, это желание. Хочу, не хочу, хочу, не хочу. Желания, они намного мощнее, чем мысли. Это такая энергетика, такая сила прям, хочу. Или там, о нет, боюсь, не хочу. То есть желание, это уже человек околбасит. Инстинкты, они еще сильнее, чем желание, потому что когда есть у человека хочется пить или хочется есть, он заснуть не может даже. То есть у него прямо это, внутри включена огромная такая энергия выживания, которая инстинктивная энергия, которая им колбасит уже по-настоящему. И вот человек состоит из этих трех, таких вот трех уровней, да. Интеллект, мысли, мышления, такое легкое, эмоции, жух, волны такие энергетические. Инстинкты, это прямо такая жесткая необходимость, которая сильнее, чем все. То есть это человек прям ведет. Понятно, да? Голод, инстинкт размножения и так далее. Теперь Тора, она входит человеку в голову на уровне идей. Тора входит человеку на уровне идей. И дальше эти идеи ему говорят, смотри, ты должен ради этих идей управлять своим животным, своими инстинктами и своими эмоциями. Есть идея, что это добро, это зло, это заповеди. И ты должен соблюдать заповеди. Что Бог сказал, делай, делай. Делать, делай. Что Бог сказал, не делать, не делай. Даже если тебе это хочется. Понятно? Понятно. Все, это Тора. Тора непонятная. Тора нелогичная. Непонятно, как работает. Это Тора, откуда мы знаем. Машера Бейну получил на горе Синаи 40 дней без еды, без воды. На горе, значит, все. Нам сказал делать, делайте. Понятно? Понятно. Его человек принимает решение, что да, он будет жить по Торе. Но его вся внутренняя система, эмоциональная и инстинктивная, она его постоянно направляет в другую сторону. Мало этого, вот здесь нам объяснена интересная закономерность, что все, что запрещено, оно очень привлекательно. Как мед, который источают уста чужой женщины. Сейчас мы разберемся, почему именно чужая женщина. И почему глаже, чем масло и ее небо. Значит, когда человек хочет сделать какое-то запрещенное действие, это действие в его, в его, как бы, сердце, назовем это так, мышление, оно очень притягательное. Давайте рассмотрим, что запрещено. Запрещены запрещенные половые связи и запрещены разные питательные штуки. И запрещено делать, ну, там, например, в шаббат запрещено нарушать шаббат. Хотя в шаббат можно делать очень много разрешенных вещей, которые тоже приносят удовольствие. Теперь смотрите, что получается. Запрещенные вещи, они желанные и манящие. И когда, когда тебя к ним тянет, то интеллект, он очень готов прям тут же тебе объяснить и оправдать, почему можно, почему нет в этом проблемы, почему это не грех. Когда это началось, почему именно здесь женщина используется? Помните, вот было дерево познания добра и зла. Бог сказал первому человеку, все в этом мире твое. Вот это дерево познания добра и зла, от него не ешь. Понятно? Понятно. Что такое дерево познания добра и зла? Это менять местами добро и зло. Бог сказал, вот я установил, что есть добро, что есть зло, и ты должен это выполнять. Понятно? Понятно. Теперь, значит, появляется женщина, которая, хава, которая посмотрела на это дерево, и ей оно показалось приятным на вид, то есть вожделенным на глаз. И ей же уже не Бог сказал, ей сказал первый человек. То есть уже это были слова как мудрецов, да? Слова мудрецов, то есть это уже была передача от Бога, что от этого дерева есть нельзя. И это как раз то, что с человеком обычным и происходит. Он от кого-то слышал, что Бог сказал, что это нельзя. Ага, это же не Бог мне сказал, это кто-то мне сказал. Первое, это то, что было как раз деревом познания добра и зла. Мне кто-то сказал, что Бог сказал, что это нельзя. Вот было так с первой женщиной. Дальше. А что обычно человек нарушает, то, что называется грех? Запретный плод в сладах, это именно об этом. То есть, мне это хочется, почему мне нельзя? Это женщина запрещенная, это еда запрещенная. Это там чужая вещь, но я хочу ее взять. Почему? Кто сказал, что мне нельзя взять чужую вещь? Кто сказал, что воровать нельзя? Бог сказал, что воровать нельзя. Кому он сказал? Мне сказал, мне он не сказал. Передал он кому-то. А я эту вещь хочу взять. А мне люди сказали. И вот у человека начинается. Хочу, а сверху его пытаются удержать нельзя. Теперь, если нельзя сказали другие люди, тогда проблема маленькая. Потому что я человек, другие люди сказали, что нельзя. И в этом случае большинство людей, когда им другие люди сказали, что нельзя это делать. Но если они сильно хотят, большинство людей здесь сделает то, что они хотят. Если они не будут бояться наказания от других людей. То есть, людей держат в рамках поведения такого приемлемого общественно, знаете, то, что говорят, мораль, нравственность и так далее. Людей держат в основном страх перед наказанием. Потому что, ну вот, им страшно. Плюс, вторая вещь. Они верят, что надо действовать вот так. Их очень жестко в детстве запрограммировали, что вот это надо так делать. И человек говорит себе, ну, я же, типа, всю жизнь я верю, что там так надо поступать. И он поступает. Понятно, да? Теперь, здесь нам объяснен принцип, что грех, он сделан, Бог специально сделал, чтобы было равновесие. Смотрите. Когда тебе надо сделать заповедь, это не очень привлекательно. То есть, ты думаешь, вот, вот это мне делать заповедь. Какая в этом... Если ты сам себе не объяснишь, не докажешь, что это нужно. А для чего это нужно? Для вечной жизни. А еще для чего? Чтобы здесь везло, там, чтобы Бог мне здесь, в этом мире помогал и защищал. Ну, ладно, сделаю. Да? То есть, человек должен постоянно себе уговаривать, чтобы правильно выполнять заповеди. Теперь, о грех. Вообще не надо себя уговаривать. То есть, это как... Знаете, есть такая метафора, что лезть на гору тяжело, а с горы катиться легко. Значит, чужая женщина, это здесь зашифровано. Первое. Самое большое удовольствие в этом мире, физиологическое и физическое удовольствие, человек испытывает при половых отношениях. Да? То есть, это самый большой такой кайф, доступный человеку. Теперь, поэтому используется здесь метафора женщина. И второе, значит, глажи масла неба ее, что есть два типа, два типа, когда человек грешит. Первый тип, он грешит по вожделению, ему хочется, ему приятно. Второй тип, он грешит, потому что он себе объяснил... Чужая женщина, это метафора на чужие идеологии. Он себе объяснил, что, в принципе, то, что я делаю, это вообще не грех. То, что я делаю, это нормально, это хорошо. И вот здесь начинается самая большая проблема. Если ты осознаешь, что ты грешишь по вожделению, что ты не можешь справиться со своим вот этим ецарара, злым началом и внутренним животным, тогда у тебя есть шансы вернуться к Богу и раскаяться и сказать, да, согрешил, бывает. Если ты себе объяснил, что то, что я делаю, это не грех, это правильно, это хорошо, мой поступок вообще прекрасный. А кто сказал, что это запрещено, что это грех, вот это Тора, мудрецы там и так далее, это все фигня, я в это не верю, тогда у человека нет шансов вернуться. Нет шансов вернуться к Богу, потому что, а как, кому возвращаться? То есть я ничего плохого не делаю. Человек сам себя тогда объявляет вместо Бога и меняет местами добро и зло, что в принципе делать было нельзя. Теперь еще раз давайте подведем итог. Какой итог можно сегодня сделать из трех отрывков? Первое, что нужно осознать, есть божественная мудрость, мы ее получаем извне. Получаем извне и она не подтверждена никакими материальными доказательствами. То есть Тора это чистая вера в то, что Бог сообщил пророкам, пророки сообщили мудрецам и мы от мудрецов принимаем это знание. Теперь дальше, когда ты это знание принимаешь, нужно понимать, что оно как бы семена, встраивающиеся в огромный набор других знаний о мире, которые мы получили не от мудрецов, но когда ты много лет во что-то веришь, это приобретает большую силу внутри интеллекта. И нужно понимать, что когда ты получил Тору, очень важно внутри научиться разделять между мировоззрением обычным и мировоззрением Торы. То есть нужно понимать, что вот это вот мировоззрение, оно должно управлять твоей жизнью и это возможно только если ты находишься в состоянии рационального, спокойного мышления, когда ты можешь мыслить, когда у тебя твои желания и инстинкты тобой не управляют. И дальше, третье, нам объяснено, что именно зло, оно намного привлекательнее, чем добро. И это нужно просто осознать и понять, что когда вступают противоречия Тора и желания, то желание сильнее обычно, да. Но здесь самое главное не поставить мышление на службу желанию, не объяснить себе, что то, что я хочу, это правильно, потому что в этом случае тогда у тебя все, нет вариантов. Нет вариантов вернуться. То есть если ты даже, даже ты делаешь неправильное, нужно понять, что это неправильное и продолжать верить в Тору, молиться Богу, чтобы Бог помог тебе стать на правильный путь. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, хорошего года. Тот, кто начал год с изучения Тора, у него будет год очень хороший и нужно каждый день продолжать и увеличивать, добавлять Тору, повторять, добавлять, распространять, окружать себя Торой, окружать себя людьми Торой и с Божьей помощью, чтобы у вас было все хорошо. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.